На окраине деревни Ильбеши в Чебоксарском районе продолжает гореть мусорная свалка. Об этом сообщают местные жители. Периодически ее тушили силами МЧС Пучуашии, но проблема требует кардинального решения. Родион Архипов разбирался в ситуации. Свалка эксплуатировалась с 1979 года и исчерпала свой ресурс. Постановлением главы администрации Чебоксарского района с 1 января 2016 года принято решение о ее закрытии. Казалось, проблема решена, если бы не одно «но». Свалка периодически горит до сих пор, утверждают местные жители. Утро встаем, вот здесь по балке по нашу, вот здесь по оврагу, очень сильно дым бывает каждый день почти. Дома сидим целыми днями, никуда не выходим. Сам я инвалид черноболец. У меня вторая группа, я как, дышать мне нечем, я и так болею, и сама собой, а это еще плюс к этому. Три месяца уже так горит. Все приезжают, все смотрят, а в итоге ничего, так и живем. Очень тяжело. Она моя соседка, у нее вот давление повышенное. Все время у меня. Это вредные вещества, которые вызывают раковые заболевания, вызывают отравления. Даже жители боятся этого, потому что это бомба – это медленное действие. Потому что на будущее это расскажется на наших детях. Особенно срабатывать беременные дети и старики, которые сидят дома. Пожар, как можно скорее, надо тушить надо. Хотя, чтобы только тушило пожар в Кугесе, то есть Чавасат район. То есть, всякий в этом надруга создает впечатление, что Чаваши не готовы к таким большим, крупным ЧП, ни технически, ни организационно. Горение свалки отличается своей спецификой, утверждают специалисты. Сначала тление, затем дым. Позже, несмотря на локализацию очагов возгорания, тление может возникнуть и в других местах. Действительно, дышать очень тяжело. Не спасает даже, как предупреждали местные жители, медицинская маска. Единственное спасение – это вот этот предмет. Противогаз. Вот так и живут жители окрестных деревень и сел. Добиться полной ликвидации пожара нелегко. Рекультивация состоит из нескольких этапов. На все это нужно время. Ситуация находится под контролем администрации Чебоксарского района, соответственно, Минприродой и, можно сказать, на правительстве Чувашской республики. В администрации принимаются все меры. На данный момент разработан проект рекультивации. Он проходит на федеральном уровне государственную экологическую экспертизу. После прохождения государственной экспертизы, соответственно, администрации будет проводиться конкурс на осуществление данных мероприятий, которые будут содержать технологические и биологические этапы. И будет предусмотрено исполнение всех обязательств в течение пяти лет. И думаю, что данные мероприятия начнутся в следующем году. Пока остается надеяться, что в осенний-зимний период произойдет естественное затухание очагов изгорания. И неплохо бы поставить запрещающие знаки и ограждения, чтобы у недобросовестных перевозчиков не было соблазна тайком выбросить на уже закрытую свалку мусор. Родион Архипов, Андрей Спиридонов, Республика.